Так, остатки. Как, о боже, фактор группа. В алгебре напридумано огромное количество терминов. Наверное, тысяча, а может быть я знаю тысячу, а всего их десять тысяч. И половина или две трети сложности при ее освоении, это просто путаница с языком. А если сразу поставить язык в нужные места, то у вас, во-первых, идет привыкание к этому языку, во-вторых, вы привычные вещи называете новыми словами, и от этого содержание этих терминов начинает наполняться вполне житейским смыслом. Значит, итак, все знают, что такое остатки по определению на код число. Ну, вот там 0, 1, 2, 3 – это остатки определения на 4. Но мы к ним пришли специальным таким вот долгим научным путем. 1 плюс 4z, вот это множество, плюс 2 плюс 4z, равно, что бы вы думали? Да неужели? 3 плюс 4z. Так, въедливый человек должен сказать, а где здесь фигурные скобки, да? А где здесь? Ну, на самом деле, конечно, надо поставить. Но еще лучшее, еще лучшее, немножко злоупотребить обозначениями и называть вот так просто соответствующее множество. 4z плюс 1, 4z плюс 2, 4z плюс 3 и 4z плюс 4, оно же просто 4z. Ну, и понятно, что это лема, да? Это не только про 1 и 2, а про любые эти 2. Значит, что такое 4z плюс 2 плюс 4z плюс 3? Ну, что это такое? Кто-нибудь скажет, что это 4z плюс 5? Ну, мы же знаем, что 4z плюс 5 – это 4z плюс 1. Просто математическое равенство. Поэтому, на самом деле, у нас получается очень интересная система, конечный список вот таких вот подмножеств. Так, 4 подмножества z, взаимоисключающие, но это даже не так важно, как важно следующее. Ну, то есть не пересекающиеся, попарно не пересекающиеся, 4 подмножества арифметика Минковского, в которых, то есть суммирование по Минковскому превращает их в конечную группу, которую, ну, там, на самом деле, когда вы хорошо привыкнете ко всему этому, вы просто будете вот так вот переписывать. 0, 1, 2, 3. Ясно, что вы имеете в виду, что под 0 имеется в виду все числа кратные 4. Берем под 1 те, которые дают остаток 1, под 2 те, которые дают остаток 2, и под 3 последняя. То есть, вот, когда я пишу вот это и подразумеваю остаток, я сразу рассматриваю все множество целых чисел, все подмножество целых чисел, которое получается из подгруппы 4z с двигом на 2. Вот, носит обозначение такое z по 4z. Вот, и называется фактор группой. То есть, мы посдвигали группу на разные элементы. Вот, ясно, что ни один из таких не может быть ни одним из таких, потому что просто остатки разные, да? Ну, и геометрически тоже очевидно. То есть, когда мы сдвигаем группу на какие-то элементы, получаются непересекающиеся классы. В данном случае эти классов 4, и, что более важно, что если я эти 4 класса рассмотрю как какие-то абстрактные символы со сложением, которое вот по Минковскому устроено, то есть, вот этот вот символ плюс этот символ равен символ 3. А символ 2 плюс символ 3 это результат суммирования по Минковскому этих двух множеств. То есть, множество 4z плюс 1, значит, символ 1. И вот получается конечный список символов, которые образуют тоже группу. Ну, то, что образует группу, очень легко проверить. Мы уже проверили, что операция плюс не выводит за пределы. То, что 0 есть, понятно, что 4z плюс любой из этих классов по Минковскому равен вот этому классу, да? То есть, как это... Я не доказываю эту лему, потому что она очевидна. Любое число отсюда дает остаток 1, определение на 4. Если мы его сложим с числом, который дает остаток 2, определение на 4, то получится какое-то число, которое дает остаток 3, определение на 4. Ну, еще дополнительно надо доказывать, что любое число отсюда может быть получено как сумма числа отсюда и числа отсюда, но это тоже несложная проверка. Вот, то есть получается, что у нас есть 0, вот этот вот класс, он служит нулем относительно операции сложения по Менковскому, ну а как бы добавочные тоже, что такое противоположное к единице? Вы скажете, минус единица, но надо искать в этом списке, ну 3, конечно, если я сложил число, которое дает остаток 1, определение на 4, с числом, которое дает остаток 3, определение на 4, то, несомненно, получилось число, делящееся на 4, а этот вообще интересный, он сам себе противоположный, ну, минус 2 равно 2, потому что 2 плюс 2 равно 0, 2 плюс 2 равно 0, число, дающее остаток 2, определение на 4, 4, если сложить с числом еще каким-нибудь, который тоже дает остаток 2, определение на 4, будет такая сумма всегда делиться на 4, так, ну что же, мы готовы, конечно, к обобщению, обобщению, которая состоит в том, что мы четверку заменяем на произвольный n, но прежде, чем это сделать, прежде, чем обобщать, сформулируем, коли же мы про четверку говорили, утверждение, оно не заслуживает статуса леммы, это некоторое наблюдение, которое полезно произвести, любой квадрат n умножить на n, ну, n квадрат, да, то есть возьмем любое целое число, его квадрат принадлежит либо классу 4z, либо 1 плюс 4z, и никогда не принадлежит, никогда принадлежит или никогда не принадлежит, интересно, как правильно тут написать, хай живе КПСС на Чернобыльской АЭС, или нехай живе КПСС на Чернобыльской АЭС, непонятно, да, то ли должен зачеркнуть, ну, короче, идея такая, если я целое число возвожу в квадрат, то получается либо число делящееся на 4, либо дающее остаток 1 при делении на 4, и никогда не остаток 2 и 3, ну, давайте, забегая вперед, я объясню, зачем мне это нужно, мы с вами будем заниматься описанием всех пифагоровых троек, то есть целочисленных прямоугольников, прямоугольных треугольников с целыми сторонами всеми, катетом и гипотенузой, и там это будет некоторое вспомогательное, очень важное утверждение, ну, значит, тут можно двумя идти путями, первое, это ввести ввести, значит, на классах вот этих вот 1, плюс 4z, 2, плюс 4z и так далее, еще и операцию умножения, но я хочу это, значит, так сказать, про умножение я хочу говорить попозже, то есть на этом фактор множестве ввести структуру так называемого кольца, да, то есть вот целое число кольцо, почему? То, что можно складывать, вычитать, ну, и умножать, но не всегда делить, ну, и вот этот вв фактор множества, они тоже будут кольцами, но об этом я хочу сказать потом, потому что сюжетами из алгебры я не хочу перегружать, мы потом вернемся снова к арифметике, потом геометрией немножко займемся, то есть будем идти поэтапно, поэтому давайте тупо в лоб, любое доказательство n, любое n, любое натуральное число, любое целое число, либо четно, либо нечетно, ну, как бы, что называется опять, да, конечно, пятачок, я и сам так думаю, но в наших терминах это значит принадлежит либо подгруппе 2z, либо сдвигу ее, сдвиги называются смежными классами, принадлежит 1 плюс 2z, сдвиг это, значит, когда я сдвигаю подгруппу вот так вот на элементик вправо, куда-нибудь там или влево, да, это называется смежный класс, либо нечетно. Ну, если, соответственно, n четно, то n равно 2 умножить на какой-то k, 2z, оно и есть 2z, да, 2 умножить на какой-то k. Если нечетно, то n равно 2k плюс 1. В первом случае n квадрат равно 4k квадрат. Уж извините, эти формулы я не буду напоминать. n, несомненно, делится на 4, то есть принадлежит 4z. Во втором случае n квадрат равно 2k плюс 1, возведенное в квадрат. Здесь можно вспомнить формулу сокращенного умножения. Вообще, я про них поговорю, когда будет много диаметрии, как они легко и наглядно выводятся геометрически. А пока просто откройте любой учебник. То есть я потом объясню, как это получить. Но пока откройте любой учебник, и сами немножко тряхните стариной. И выполните действия соответствующие, да? Две скобки раскройте. Вот. И тогда у нас 4k квадрат плюс k плюс 1. И это, несомненно, принадлежит 1 плюс 4z. Вот. Теорема тем самым доказана. Вот это вот действие на 4. Значит, чем хочу завершить этот урок? Это вот чем. Изобразить. Красиво изобразить на картиночке все четыре смежных класса. Чтобы вы прям вот почувствовали эту красоту. Так, давайте например, желтеньким мы изобразим числа, которые на 4 делятся. Вот. Далее зелененьким изобразим те, которые на 2 делятся, а на 4 не хотят делиться. Возражают против деления на 4. Вот. Видите, да? Прямо непосредственно видно, как вот эти желтые, если направо или налево подвинут на 2, то получится как раз зеленые. То есть, прибавить 2 к этому всему целиком по множеству. Так. Ну что? Вот такой цвет бежевый нам даст единички. Он сливается с желтым нам синим лучше. Давайте синим перекрасим. Перекрасим в синий цвет единички по модулю. Так. Сейчас, секундочка. У меня какие были этими самыми желтые? Да? Ну да, желтые были. 0, 4 и так далее. Пришла пора все-таки написать что-нибудь. Иначе я тут перепутаю. Вот. Это 0, 4, 8, 12 минус 4 и так далее. Вот. Значит, единички это, соответственно, 1, 5, 9. То есть, они вот в этих узлах сидят. Ну и нам не хватает какого зверя? Нам не хватает зверя под названием тройки. И какого-нибудь для него тоже света. А давайте ярко-красный. Тройки. 11, 7, сама тройка. Минус единица, как вы понимаете, это тройка. Ну уж, если вам это не нравится, придется к этому привыкнуть. Минус 5, это тройка. То есть, числа, дающие остаток 3, определение на 4. Вот. Ну и совершенно так же это все выглядит, если n цветов взять для произвольного числа n. Вот. Получается такая, значит, конечная группа остатков по модулю какого-то конкретного натурального числа. и по маршруам. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...